Всем доброго времени суток! Приветствую вас во второй части обзора на трансляцию Севки. Вот теперь мы поговорим о конкретных предложениях Саши к Наде. Как у него язык хорошо подвешен, как он излагает свои мысли, заслушаться можно. Вот это ораторским искусством он владеет просто в совершенстве. Как он начал это все рассказывать Наде и предлагать всяческие варианты, честно, я его заслушалась. Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что Севка сказал, давайте звонить Саше. Мало ли, в курсе он или не в курсе, смотрит он трансляцию или не смотрит, может быть, он вообще там занимается своими собственными делами. Поэтому будем ему звонить. Всем присутствующим интересно. Ну что же такое он предложит Наде? С чего начал Саша? Очень дипломатично. Прежде всего, говорит Саша, я хочу сказать тебе, Надя, что я не навязываюсь и ни на чем не настаиваю. Если есть желание, если есть у тебя интерес к этому, то тогда я тебе озвучу все эти варианты, но опять же таки, выбор исключительно за тобой. Решать только тебе. Молодец. Он всячески снимает с себя тут же всякую ответственность. Вот точно так же это было с Севкой. Хорошо, я подскажу тебе, как вложить деньги, куда вложить. Я даже помогу тебе это все оформить, как это нужно будет правильно сделать, но имей в виду, что ответственность ты берешь на себя. Если вдруг что-то случается, винить ты будешь только исключительно себя. Он тут вообще ни при чем. Ну, у Нади риски, скажем так, минимальные. Хотя, с какой стороны посмотреть? Главное, Севка прервал вот этот вот монолог Саши. Ему стало скучно, видимо, все это слушать. И он говорит, самое главное, чтобы ему это было выгодно. Вот, видите, вот с этого и надо было начинать. А люди пишут, Надя прилипала, Надя пиявка, как не стыдно, что она прилипла. Там еще неизвестно, кто к кому прилип, кто кого куда тянет. Я после вот этих Севкиных слов, я догадывалась, что так оно и есть. Я даже прямо говорила об этом в своих обзорах, что поймите, Севка не будет делать без выгоды для себя. Он тянет ее к себе. Он хочет, чтобы она приезжала, потому что он видит, насколько популярна Надя и как вырастают просмотры с нею. Потом он стал потихонечку говорить об этом своим зрителям. Потом он стал конкретно, вот так прям четко говорить. Надя прилипала? А вы зайдите и посмотрите, сколько просмотров набрала готовка Наде. Беляши, которые она жарила. Вроде бы сказать, да? Беляши. Всего лишь навсего беляши. А два миллиона. Два миллиона просмотров. Простые беляши. Вот и все. Вот от чего надо исходить. Саша говорит, да я вот тут вот смотрел трансляцию и услышал, что Надя говорила, что она против звонка ему. И ей, в принципе, не хочется с ним связываться. Да и во все эти детали как-то особо вникать и заморачиваться. Говорит, может быть, тогда и не стоит ему тут распыляться. И зря вот бросать, скажем так, вот эти слова буквально на ветер. Севка его успокоил и сказал, Саша, не переживай. Надина не-не-не-не-не, это да-да-да. Саша говорит, а, так, ну так это нормально. Это, говорит, как у всех женщин. Надя женщина, все остальные женщины. И практически у всех это так и есть. Ну, хоть один мужик в их компании, который в теме вообще о том, что такое женщина, какую природу она имеет, как она действует, как она говорит. По крайней мере, хотя бы Саша это понимает и относится ко всему этому снисходительно. Ну, понятное дело. Саша уже очень долгие годы находится в отношениях. Причем, я бы так сказала, не простых отношениях. Но и Тане тоже непросто. Они, честно говоря, такие товарищи, я бы сказала, что Таня, что Саша, на любителя и на очень большого. Саша ее сильно достает, когда Таня просит, ну не снимай меня, у меня нет настроения. Ну отстань, ну дай ты мне побыть в тишине и спокойствии. Нет, вот именно сейчас у Саши есть настроение снимать Таню. И когда она уже заведется и орет, о, это ТВ-шка номер два, как для севки, понимаете. И Тане тоже непросто с Сашей. И Сашей непросто с Таней. Характеры у них ого-го. В общем, очень длинное получилось у Саши вступление. У меня, кстати, тоже. Итак, заработок Нади первонаперво будет связан с каналом Саши. 100 баллов. А кто бы сомневался. И все хотят на Нади заработать. Они дадут заработать и Нади, но и заработают сами. Кто в чем. Они не проиграют. Вот Севка снимает Надю, ни в чем не проигрывает. Ни в финансах, ни в просмотрах, ни в рейтинге своего канала. Саша посмотрел, покубатурил и сказал, опа, так прекрасно же, замечательно. Я тоже так хочу. Давайте мне Надю, пожалуйста, в эксплуатацию. Он не против. Итак, он говорит, я слышал, что там были такие предположения, или прочитал в комментариях, что не против пригласить Надю, он в Португалию, и чтобы она снималась в его роликах. Но проблем, Надя. Было бы ее желание. Саша предлагает. Итак, первое. Севка делает контент на Наде, так прямо Саша и сказал. А могла бы она его делать на самой себе самостоятельно. Если Надя согласна и дальше улучшать себя и качество своей жизни, то Саша предлагает ей такой вариант. За каждый сброшенный Наде килограмм, Надя будет получать от Саши примерно 100 долларов, а может быть и больше. Можете себе представить. Вот это стимул, так стимул. Это же всем стимулом стимул. Килограмм сбросила, 100 долларов заработала. Эх, жалко, что это не случилось в самом начале Надиного похудения. Вы представляете, сколько бы Надя сейчас уже заработала? Уже она могла бы, честно говоря, оплатить вот эту вот операцию, которую ей оплатил Севка самостоятельно. Как раз вот то на то и вышло бы. Далее, что предлагает Саша номер два. Говорит, ты, Надя, будешь готовить то, что ты умеешь готовить. Ну или свои разговоры, неважно с кем. И отправляешь это ему. А он публикует их у себя на канале. Вот это да. Надя нарасхват. Даже Саша понял, что Надя это курочка, несущая золотые яйца. А деньги от роликов, Саша говорит, он отдаст ей. А действительно, зачем ему деньги? Ему нужно как-то поднять рейтинг своего канала. Увеличить просмотры, чтобы он хоть немножечко начал раскачиваться. И Надя, если бы согласилась на это, она смогла бы это сделать. Она смогла бы оживить его канал. Севка же по этой же самой причине приглашает к себе разных людей. На себе одном Севка не вытянул бы. Уже давным-давно народ сдулся бы и стало бы скучно. А так вот, понимаете, хоть люди пишут, ой, надоела Надя, ой, надоела Зина, ой, надоела там ТВ-шка, ой, надоела Юля. Ну, время проходит, и тут же начинают эти люди надоедать. Но, если бы этого не было, Севка надоел бы еще быстрее. А так, по крайней мере, один, второй, третий, а то они всей кучкой собираются, представляете? Это же уже интересно. Ну, кому-то интересно, кому-то не интересно. Но в основном, если смотреть по Севкиным просмотрам, людям все-таки это в большинстве своем интересно. Третье, Саша говорит, ну, такой себе, говорит, вариант, но, однако же, предложу. Готов он открыть на Надю депозит. Он кладет деньги, а Надя получает с этих денег доход. Такой пассивный заработок. Ну, это, честно говоря, такой, знаете, мелкий. Ну, сколько Саша там ей положит? Ну, не 50 же тысяч, правильно? Не будет же он этими деньгами рисковать. Ну, положит тысячу долларов, ну, там, парочку-другую. И на этом все. Ну, сколько она заработает? Пшик, да чуть-чуть. Нет, это не тот вариант. Четвертое. Открыть с Надей в Португалии ресторан. Вот это предложение. Он забирает у Севки раскрученный им бренд по имени Надя. Какая оплеуха была ТВ-шки. Представляете? Саша понял тоже, кто звезда на этом канале и в кого следует вкладывать деньги. ТВ-шка тоже проект, но такой себе, знаете, Надя все-таки более смотрибельный и интересный. И, по крайней мере, Саша это понимает. Что она может хоть как-то увеличить просмотры на его канале. Севка начинает насмехаться. Он понимает, что Саша предлагает такие дельные вещи и говорит, а логотипом ресторана будет отрезанная требуха Нади. Ну, кто будет это все есть, говорит Севка. Надин внешний вид, это же следствие потребляемой этой пищи. Ну, не смешил бы. Во-первых, люди едят пирожки и беляши. Если есть не на постоянной основе и не нажираться до отвала, то в чем проблема? В чем проблема? А во-вторых, Севка сам сказал, я уже упоминала об этом в своем обзоре сегодня. Беляши с Надей набрали 2 миллиона просмотров. Значит, людям нужно, нужны рецепты, как готовить беляши, понимаете? И о чем это говорит? Вот Саша все прекрасно, да Севка тоже все прекрасно понял. Он, честно говоря, сидел и менялся в лице постоянно. Прям он чувствовал, что забирают вот эту вот золотую курочку, у него забирают. Много хороших слов Саша сказал Наде. Надя, конечно, цвела и пахла. Ну, что и говорить, доброе слово и кошке приятно. Конечно же, человеку приятно слышать, когда его хвалят и говорят о нем хорошо. ТВ-шка будет ненавидеть Надю еще больше после всего, что было сделано и сказано Сашей. Итак, ну что, Надя, слово за тобой. Надя говорит, я выбрала вариант. Она будет ходить дальше, то есть выбирает она первый вариант. Вообще, могла бы выбрать все варианты, но тут есть нюансы. Надя не глупа и ой как не глупа. Она сразу моментально все продумала. Если вдруг она согласится сниматься в роликах у Саши, она может забыть о севке раз и навсегда. Поэтому Надя поостереглась и сказала, нет, 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 эти варианты мне не подходят. Только если Саша будет платить ей за каждый сброшенный килограмм. Ну, сколько она еще будет сбрасывать? Честно говоря, если она сбросит еще десятку, ну, не знаю, может быть, до такой, конечно, критической ситуации она не дойдет. Как вот я видела, вот это вот ее отвисший живот, это просто кошмар какой-то. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но у Нади видно было, глаз загорелся, стимул, конечно же, Саша подкинул буквально идеальный. И чем больше расцветало, Надя улыбалась, у севки настроение, все падало-падало, пока не упала на полшестого. Контент отбирают, отбирают. Ну, и тут позвонила Таня из Америки, икру меч. Нет, она вначале написала, говорит, не сомневалась она, что Надя выберет халяву. Надя огрызнулась. Честно говоря, давно пора было это сделать. Я по поводу огрызнуться. Надя говорит, похудеть на 40 килограмм это халява, говорит, а разве это не труд? Разве ей не пришлось в чем-то ущемлять себя, заставлять? Конечно же, это труд, как бы то ни было. Таня не вытерпела. Ух ты, Надя ей так резко ответила. Кто такая Таня и кто такая по сравнению с ней? Надя тут же позвонила. Надя говорит, ты похудела только потому, что тебе нужны были деньги на поездку к севке, и тебе нечего было есть. Какой бред несла сумасшедший. Честное слово. У Нади битком забитый холодильник и морозильная камера. Во-вторых, у нее там куча друзей. Она у одной утром позавтракает, у другой в обед пообедает, вечером у третьей поужинает. Оля у нее там на постоянной основе. Оля выручила ее уж в еде 100%. От отсутствия еды Надя точно не страдала. Это 100%. И тем более, Севка давно сказал, что если Наде нужны будут деньги на поездку к нему, он говорит, ко мне обращайся. Мне позвони и скажи, что ты хочешь ко мне приехать, и я тебе дам. Почему Севка так сказал? Потому что она не заработает больше. Он даже готов был. Он не знал, что у Нади такие финансовые трудности именно с тем, чтобы приехать к нему. И он готов был эту дорогу оплачивать. Понимаете? Севка стоит горой за Надю. Вот какой резон вот этим вот женщинам, Тане, Юле этой немилой, звонить и лить на Надю грязь. А потом выслушивать, что Севка не за них, а все равно за Надю. И вот сколько раз они просто бьются головой в эти двери, а Севка их плотно закрыл, защитил Надю от них и даже приоткрыть не желает. Но они все равно как вот бараны стоят и стучат, стучат. Чем больше они на нее прут, тем больше он за Надю. И в чате из зачитанных комментариев вот с Севкой люди тоже были за Надю. И против Тани говорили, фу, это Таня, фу. Маринка тоже постоянно Надю задевает. Вот любопытно, что Надя об этих женщинах вообще никогда не вспоминает. А эти вот как шавки, вот лайм захлебываются именно вот злобой. Дальше вернулась ТВшка, когда ей перечислили все вот эти варианты, которые озвучил Саша. Не понравился ей вариант с рестораном. А что так? Жрет, значит, Надину еду, и она ее устраивает. Надю поэтому и оставили. Искали личного повара для ТВшки. Нашлась Надя. Юлю немилую пинком под пухлый зад дали. А Надю оставили, потому что вкусно готовит. И это тоже надо признать. Ну, вот поэтому Юля и бесится это. Ну, и, говорит, в съемке личное видео она не блогер. Она не сможет. Почему не сможет? Она точно так же снимала короткие ролики, высылала Севки. Севка вставлял свои видео, и люди точно так же смотрели. Еще и как активно обсуждали. Так что не надо ля-ля. Надя пользуется популярностью. Были зрители, которые вот писали у меня на канале под видео. Вот под обзорами именно про Надю. Говорит, а мы бы Надю смотрели, если бы она открыла свой канал. Вот так. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok